Поставлю, ладно, работаем из дома. Инстаграм, да, очень интересно такая развивающаяся социальная сеть, и я знаю, что Анечка, да, работает в Инстаграм. Вот давайте разберем все, какие моменты, да, есть в рекрутировании в Инстаграм, какие фишки, какие программы-помощники. Вот, и поделимся опытом, вы также пишите в чате, ребят, какие вы интересные моменты используете. Вот, давайте переопыляться, и будем обмениваться опытом, потому что что-то я знаю, сколько вы подскажете. Итак, Инстаграм. Ну, вообще, вы понимаете, да, что рекрутинг – это то, на что мы должны фокусироваться с вами, и должен быть ежедневный рекрутинг. И рекрутирование должно быть как активным, так и пассивным. И чтобы пассивный рекрутинг был, нужно сначала очень активно поработать, согласна? Поэтому сейчас мы, конечно, все активно рекрутируем ежедневно. Что такое активно рекрутируем? Это ваши конкретно активные действия. То, что вы сами делаете, то, что вы сами даете информацию, вы пишете в инстаграм, да, если касается Инстаграм. Вы приглашаете сами к собеседованиям партнеров. В начальном этапе, конечно, только ваши активные действия, большого количества аккаунтов принесут вам результат. И когда у вас будет уже свой основной аккаунт раскручен на личный бренд, люди сами к вам будут писать, будут тянуться и будут спрашивать, что у вас за бизнес. И чтобы до этого дойти, нужно, конечно же, ребят, ну, не один месяц активно поработать. Но уже с первых же дней нужно один аккаунт однозначно, ребят, оставить для личного бренда. И развивать его изначально правильно. Что личный бренд? Личный бренд, что мы много об этом говорим, когда вы не говорите, что это реклама, вы раскручиваете себя, свой образ жизни. И вот Инстаграм это самая сейчас популярная специальная цель, это самая удобная для развития личного бренда. Удобство в том, что телефон всегда с тобой, да, я почему сейчас начала работать именно в Инстаграм, потому что, ну, с детьми очень много сейчас активностей, я не всегда нахожусь дома. То, вот я вчера, например, полтора часа сидела на гимнастике, ребенка. Я пока в машине сидела, я сидела в Инстаграм, работала, понимаете, полтора часа активно работала в Инстаграм. Вот, очень удобно, что с нее можно сразу делать посты в три социальных сети. В Инстаграм, в Фейсбук и в ВКонтакте. Да, то есть развиваете личный бренда сразу вместе с социальных сетей. Вот. Ну, не занимает много времени, на самом деле, если вы просто выставили пост, да, это не занимает много времени. Если вы выбрали Инстаграм как активный источник реферсинга, то в нем можно целый день, ребята, работать. И целый день в нем работать. Вот. Но, что я хочу сказать. Например, сегодня с одной знакомой, которой я уже, она была у меня в референции в свое время в команде, ну, так что на продажах, была в свое время торговым представителем. Она, у нее есть огромный потенциал. И я ей сколько зову уже в бизнес, ну, как бы я не уговариваю, а аргументирую, почему ей этот бизнес нужен. Когда она сидит, например, да, в магазине сейчас работает, когда она полдня сидит в телефоне в Инстаграм, она меня лайкает, да, то есть она сидит по полдня в Инстаграм, просто просматривая ленту, просматривая, что у кого творится, наблюдая за жизнью, даже свои посты не представляя, понимаете? Я говорю, ты понимаешь, что ты можешь все же самые действия, да, но не полдня сидит, тыкать, ленту в чужую смотреть, а использовать это время в развитии собственного бизнеса. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому мы с вами реально имеем очень много информации, и нужно этой информацией пользоваться и строить свой бизнес на ней. Мы готовы с вами не единицы. Итак, смотрите, Инстаграм устанавливается на компьютер, устанавливается на свой телефон через PlayMarket, либо в Apple, через iOS, и его можно также создавать аккаунты с компьютером, можно также устанавливать телефон. Я работаю с телефона, многие создают аккаунты с компьютера без всяких дополнительных вот этих вот программок. Просто скачивается, не скачивается, а заходит на 3w.instagram.ru и открывается обычная компьютерная версия Инстаграм. И с нее также можно заводить аккаунты. Но с компьютера без специальных приложений будут ограниченное количество этих функций. То есть не все там, например, комментарий нельзя писать с компьютера. То есть можно просто лайкать, можно просматривать ленту, вы можете создавать аккаунты. Через определенную программу даже можно выставлять эти, свои посты выставлять. И это делаем, ребят, с телефона. Итак, кто еще не зарегистрирован, либо регистрирует новый аккаунт, посмотрите, скачали вы на телефон это приложение, вы все знаете, регистрируетесь либо с помощью телефона, либо с помощью электронного адреса. На один номер телефона можно зарегистрировать три аккаунта. Вот, если вы будете электронную почту заводить, или по электронной почте регистрироваться, то я не рекомендую регистрироваться через дополнительные вот эти вот окончания. То есть раньше я такую рекомендацию давала, сейчас это я забыла это зачеркнуть. Не надо, ребят. То есть если это почта Яндекс, то вот с основной почты Яндекс.ру регистрируйте один аккаунт. Точка байк, кэзэ, понимаете, вам постоянно он потом начнет, вот у меня такая штука творится в других аккаунтах, которые я вот так заводила, он начинает постоянно просить активизировать и не активизирует, понимаете, его. Поэтому если у вас заблочит, будут проблемы. Вот, так что на один электронный адрес один аккаунт, Mail.ru, Gmail.ru, там Яндекс.ру, да, то есть без вот этих вот дополнительных доменов. Либо на телефонный номер. Смотрите, регистрируйтесь, я пишу всегда свое настоящее имя, имя, фамилия я написала только на своей странице бренд. И пишите, как будет называться ваш, так скажем, ник, да, имя в Инстаграм. Вот знаете, вот бизнес онлайн, Катрин, я, ну, я оставила это для примера, но я убрала. Я перестала аккаунты называть со словом бизнес, потому что коллег много у нас в интернете, да, то есть нам нужно набирать подписчиков, а люди, когда видят слово бизнес, бизнес онлайн, работа на дому, они менее охотно на вас подписываются, ребят. Поэтому погромче, я вроде громко говорю, у кого-то тихо, да, еще громче сделала. Поэтому я стала называть свои аккаунты рабочие, либо просто там Екатерина Серьезникова, либо бизнес красота, да, то есть, либо фэмили, что-то я называла, допустим, последние аккаунты свои, переименовала на фэмили, что-то Екатерина Алекс Фэмили, типа такого. И, ну да, коллеги, есть проекты, которые блокируют своих коллег, да, то есть ты заходишь, они, видишь, коллега, они тут же тебя в блог ставят. Вот, я не трачу на это время, на самом деле, не вижу себя сообразным, да ради бога. Вот, но вот ник лучше по-другому называть, потому что если связано с работой, ребят, они, ну, мало подписчиков, мало на вас людей подписываются. Вот, то есть вы завели новый аккаунт, и в первую очередь вы должны туда из своего, из своей галереи поставить фотографию. Фотографию. Фотографию ставьте реально свою, да, то есть, чтобы люди видели, что вы реальный человек, а не какая-то продавашка. То есть ставите свой, свою фотографию. И, ребят, смотрите, вот в самом начале, когда вы создали совершенно новый свой аккаунт, вы должны на два дня его оставить. То есть ставите основную фотографию, но пока не пишете, вот это все не пишете, это через два дня. Сначала, что делаете? Закачиваете где-то шесть нейтральных фотографий, вот, чтобы модераторы увидели, что вы реальный человек. То есть вот, сейчас, секунду, я отключу, Телеграм. У Инстаграма есть всего пять кнопочек, да, вот внизу. Домик. Эту ленту просматриваете, да, на кому вы подписаны. Лупа. Это вы поиск, смотрите, да, учите людей. Вот этот фотоаппарат. Это разместить фотографию со своей галереи. Сердечко. Это активно кто вам лайки поставит, кто на вас подписался. Действия ваших людей, просматриваете, кто на вас подписчиков. И справа, это основная ваша, так скажем, кнопочка «Домой» приводит вас ваш основной. Ну, на первую страницу, на главную. Вот нажимая внизу на фотоаппарат, уходит ваша галерея. И вы из галереи выбираете фотографии. И где-то, как я уже сказала, ну, шесть-семь фотографий размещаете, там, девять фотографий размещаете сразу нейтрально. С себя, там, с детьми, еду какой-нибудь, там, философские посты, без всякой онлайн работы. Просто размещаете фотки. И я сразу ставлю вот такие хэштеги. Хэштеги лайки, взаимные лайки, подписка, взаимная подписка, селфи, фото, да, то есть, инстасайз, флоуинг, взаимный фолловинг, то есть, подписка. Для чего? То есть, для того, чтобы набрать на себя подписчиков. Пусть это будет не целевая аудитория, то есть, это люди будут, которые просто по этим же хэштегам ищут себе, ну, тоже, кто на них подпишется, раскручивает свои аккаунты. Но, таким образом, у вас пойдет больше людей к вам. И когда вы уже будете целевую аудиторию набирать, они будут видеть, что у вас уже есть подписчики, что не пустая страница. То есть, когда вы заводите новый аккаунт, размещаете основную фотку от 6 до 9 фотографий, то есть, нейтральных, и вот такие под этим фотографиями хэштеги пишутся. Все. И на 2 дня вы оставляете эту страничку. После того, как вы через 2 дня открываете, вы заполняете свой профиль, редактируете. Заходите, вот видите здесь, в правом верхнем углу, либо шестеренка, либо 3 точечки в разных телефонах, разный интерфейс немножечко. Вот. Заходите в параметры, делаете «Редактировать профиль» и начинаете заполнять. В профиле есть один кликабельный, одну кликабельную ссылку вы можете поставить, ту, на которую человек нажал и открылась. Либо ваша основная страница ВКонтакте, вот вы видите, да, третья картиночка. Либо можете сюда ставить свою ссылку на блог, либо можете сразу ссылку на регистрацию ставить. Либо там, например, сайт-прокладку. То есть сами смотрите, что вы сюда ставите. Поделитесь в чате, у кого, что кликабельное вы ставите в профиль. Анечка, вот вы работаете. Обе, а, не знаю, в Инстаграм работают. ВКонтакте, что еще? Кто ставит? Такие ссылки свои. Такие ссылки свои. ВКонтакте, да, ставите. Молодцы. И потом внизу, где вот эта вот информация, вы пишете статус. Предлагаю работу на домов, всего 2-3 часа в день, гибкий график. Смотрите, чтобы в Инстаграм у вас были вот эти картиночки, девочки, да, то есть чатики, ПАК России, телефон и так далее, нужно скачивать специальное приложение, эту, я скажу, клавиатуру. Кто какую клавиатуру себе скачал? Я скачиваю себе клавиатуру, называется эмодзи. Эмодзи. Написать вам клавиатуру, которую я скачиваю? Потому что без этой клавиатуры у вас не будут смайлы, вы не можете смайлы будете ставить ни в посты, ни в статус. Вот у меня эмодзи, вот прямо такую набираете в эту, сейчас скажу, ну в этом, в Play Market, либо iOS, эмодзи, и скачиваете себе клавиатуру. И тогда у вас будет, ну для Инстаграм, понимаете, ну, наверное, может быть с приложением установилось, потому что в Инстаграм для того, чтобы были смайлы, нужно закачивать специальную клавиатуру. Вот. Таким образом, вписываете статусы. Ребят, если у вас несколько аккаунтов, то нельзя с одного скопировать, с другой ставить, иначе вас заблокируют, вычислят. Вот. Поэтому пальчиками пишем статусы, каждый свои, придумайте, как вы себя называете, кто вы, как себя позиционируете, и что предлагаете. Потому что основная работа в Инстаграм, это привлечение людей, целевой аудитории к вам на страницу. Естественно, когда вы делаете подписки, люди к вам заходят на страницу, они должны понимать, кто вы, что предлагаете. И вот здесь вы должны это прописать. Если вы собеседование по WhatsApp проводите, то вот здесь WhatsApp номер, да. И вот так это выглядит. Екатерина, предлагаю работу, да. И одна, видите, кликабельная ссылка ВКонтакте. Кликабельная ссылочка. Поехали дальше. Вот. Смотрите. Создали страничку. Можно на одном гаджете... Да, вы маркетачили, да. На одном гаджете вы можете иметь одновременно пять открытых аккаунтов. Пять. Как это сделать? Вы можете их создавать на телефоне, вы можете их создавать на компьютере, на планшете, неважно. И потом их на одном гаджете можете объединить. Для этого... Вот видите, как это выглядит? Нажимая вот наверху, написан ваш ник. И внизу стрелочка. Внизу стрелочка. И нажимая на эту стрелочку, у вас выходит вот, видите, пять аккаунтов. И не надо из одного выходить, в другой заходить. Из одного выходить, в другой заходить. Одновременно вы просто переходите легко. Всего на одном гаджете можете иметь десять аккаунтов. Пять сразу открытых. То есть сначала пять открытых у вас поработали, вышли, еще пять открыли. Либо второй, ребят, есть вариант. Есть такие программы-клоны, которые... То есть один официальный Инстаграм, на которых у вас пять аккаунтов. И еще скачиваются такие программы-клоны, которые еще позволяют вам, например, пять аккаунтов открытыми иметь одновременно. То есть вы десять аккаунтов на одном телефоне, не выходя, друг из дружки будете работать. Понятно? То есть это про условие, что вы активно работаете в этой социальной сети. Кому понятно, поставьте плюсик. Ребят, все знают, как связать вот так вот аккаунты, чтобы они были... Все умеют связывать аккаунты, чтобы одновременно было пять штучек открытых. Все умеют. Я просто не подготовила слайд на какие-то кнопочки нажимать. Но объясню в двух словах, кто не знает. На шестереночку. Вот когда у вас на телефоне только один аккаунт вы сделали, хотите связать, нажимаете на шестереночку, в настройки заходите, и вниз прям листаете, и там будет «Добавить аккаунт». Нажимаете «Добавить аккаунт», вам выходит опять регистрация. И вы либо регистрируете новый аккаунт, либо добавляете уже логин и пароль существующего еще одного аккаунта. И таким образом они у вас здесь будут открыты одновременно. Чтобы третий аккаунт создать, можно нажать «Добавить аккаунт». Видите, мы уже плюсик синенький и слово «Добавить аккаунт». Сюда нажимаете, и следующий аккаунт добавляете. Таким образом они у вас открыты. Понятно? Вот. Ну, потыкаете там кнопочки, найдете. Итак, что мы делаем активным рекомендуем в Инстаграме? Мы делаем подписки-отписки, мы делаем лайки и комментарии. Ребят, я комментариями не работаю, ну, такими, которые считаются как спам, да, то есть когда заходишь в чью-то ленту, у кого 10 тысяч комментариев, 5 тысяч комментариев, и очередной комментарий оставляешь, да, девочки, приходите ко мне работать в онлайн. Я этого не делаю, потому что, если честно, ну, этот спам, он немножечко надоел уже, все его накушались, люди уже более агрессивно на это реагируют, они положительно. Поэтому я работаю в Инстаграм подписками-отписками и лайками. Единственное, я могу комментарии написать реальному человеку, мамочке, например, ну, какой-нибудь мамочке своего города, реальный комментарий, комплимент ребенку, комплимент ей, допустим, да, и вызвать ее на обсуждение этого, да, к своей странице. Но в основном я делаю подписки-отписки и пишу в директы людям. Вот сейчас поделюсь, что я делаю. Итак, как я ищу людей? Нажимаете внизу на лупу. Нажимаете. Делаете поиск. Снова поиск. Вам открываются лучшие люди, метки, места. Я ищу либо по меткам, метки это хэштеги, либо по местам сейчас еще. Места это геолокация. То есть, допустим, ну, у нас в городе, я живу, допустим, около торгового центра, три кота, я пишу три кота, и вот все, кто этот, эту геолокацию себе поставили, кто в трех котах, там, у меня выходные делал, покупки, либо еще что-то, там, гуляли на детских площадках с детьми, все вот эти фотографии, они мне выйдут в ленту. То есть, таким образом, я ищу целевую аудиторию своего региона. Либо я ставлю, ну, там, детские площадки, например, наши, да, то есть, если мне нужны мамочки с детьми, я ставлю вот места, пишу, там, даир джунглей у нас есть, даирчик, да, там новый даирчик у нас открылся. Там, где, ну, шикарные площадки детские, и там, естественно, целевая аудитория. Понимаете, о чем я говорю? Ваша задача искать свою целевую аудиторию. Не просто всех подряд лайкать, а все-таки привлекать внимание реальных людей к своей странице. Поэтому я ищу вот такой геолокации. И у меня последние вот эти вот регистрации идут именно, вот я вижу это более продуктивно. Последние три регистрации у меня, это как раз-таки по геолокации реальные люди, которые зашли, заинтересовались, я им директно писала, мы с ними созвонились в интернете, да, по телефону, и они зарегистрируются. Итак, как это делается? Если вы по хэштегам ищете, нажимаете метки и любое слово. Хэштеги какие-нибудь можно, скажем, сейчас актуальные. То есть я пишу, например, прогулка, да, то есть и тот, кто пишет это слово прогулка по хэштегу, выходит из фотографии. Либо Майя Радость, да, либо там Первый Снег, либо Скоро Новый Год, или просто Новый Год, Новогоднее Настроение, Снег, Снежинки, Дед Мороз, понимаете, да? То есть то, что сейчас актуально, то и пишите. Потому что какие сейчас актуальные эти слова, как вы считаете? Кто по каким хэштегам ищет, девчонки, кто работает в Инстаграм, поделитесь. Заходим. Сначала открывается лучшая публикация, потом все остальные. Вот. Ну, я знаю, что, девчонки, я все-таки стараюсь писать хэштеги, которые более актуальны для поиска целевой аудитории. Да, то есть... И я беру, например, там, где детки, да, фотографии, и смотрю, сколько... Во-первых, ставлю лайк этой фотографии, подписываюсь на эту фотографию, и вижу, да, что вот это фото нравится 5600 человек. Дело в том, что, вот, допустим, эта фотка выставлена, там, два дня назад. За два дня ее лайкнули 5600 раз. Это люди реально, как в течение двух дней, заходили в Инстаграм. Значит, не старые, да, кто не заходит, а свежие люди, которые заходят в Инстаграм. Я нажимаю вот эту вот цифру 5600, и мне выходят все, кому понравилась эта фотка. И нажимаю подписаться, 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 подписаться. Вот. В час можно подписаться на 200 человек. Поэтому, смотрите, я поставила себе будильник, что-то я сюда этот слайд не вставила, будильник на телефон, который у меня звенит каждые 2 часа. То есть в 10 часов утра я захожу, лайкаю 200 раз. Потом я либо пост выставляю, либо с другого аккаунта, да, лайк этих подписываюсь. В 12 часов, опять-таки у меня звенит будильник, я захожу, еще 200 подписок делаю. Потом в 2 часа захожу, еще 200 подписок делаю. Потом в 4 часа захожу, еще 200 подписок делаю. Понимаете? То есть 200, как бы, работаешь, час должен аккаунт отдохнуть. Работаешь, час отдохнуть. Потому что он больше, чем можно, тебе не разрешит. Ты нажмешь подписаться, а он тебе не будет подписываться. Он ее опять станет, ну, сделать неактивным. То есть замораживает он временно твой аккаунт на целый час. Аню, лучшая публикация формируется по количеству лайков. По количеству просмотров, по количеству лайков твоих фотографий. Лучшие публикации. Вот. Формируются. Поэтому, даже если вас лайкают продавашки, магазины, коллеги, пусть лайкают. Потому что вот это количество лайков, оно поднимает ваши фотографии в раздел лучшие публикации. Понимаете? То есть, в принципе, для вас это тоже плюс. Потому что я тоже начала что-то говорить. С Джимилей Горбатко разговаривала, она активно работает в Инстаграм тоже. Я говорю, что вот эти продавашки мне, да, вот лайкают они. А я говорю, да пусть лайкают. Они же поднимают тебя в лучшие публикации. Чем больше лайков, тем более популярна твоя фотография. Поэтому пусть лайкают. Я уже им спасибо говорю. Почему не всегда? Вот видите, написано, да, нравится 5600 и под ней аж надоело работать. Вот 52 комментарии из них. Надоело работать на дядю. Хочешь зарабатывать столько, сколько хочешь сам. Мы предоставляем такую возможность. После этого сразу. Мамуля, декрет. Хотите зарабатывать? Легально. Интересно. Пиши в ВКонтакте. То есть вот это спам, да, то есть комментарии, которые, ну, кто-то этим работает. Я так не работаю. Вот если вы будете вот такие комментарии писать, ребят, то таких комментарий можно писать 20-25 штук за раз. Но тоже с перерывами. Поэтому не переусердствуйте, чтобы не заблокировали. Понятно, как подписчиков набирать? То есть с одного аккаунта, ребят, чтобы у вас был хороший поток подписчиков, вам нужно подписываться на 1000 человек в день. То есть лимит на одном аккаунте 1000 человек. Получается 5 раз по 200 человек, да, там, либо 6 раз по 150. То есть по 1000 подписчиков в день с одного аккаунта. Вот. И если в таком режиме работать, ребят, то на вас будут подписываться, будут подписываться реальные люди. У вас будет большое количество тех, кто на вас подписался. Вот. И потом вы в директ им пишете. Ну, некоторые используют вот такие популярные, да, видео популярных людей, например. Там у них, ну, например, видосики ставите, ищите. Там 15 тысяч просмотров. Нажимаете и на всех подписываетесь. Вот. Ну, я этим не пользуюсь, потому что я считаю, что там целевая аудитория вот этих людей, которые там видосики смотрят, это либо халякщики, да, которые, ну, чисто лайки ставят, чисто, ну, ленты просматривают, лайки ставят, от нечего делать. Ну, хотя, возможно, там и есть наша целевая аудитория. Я больше, например, беру реальных людей, смотри, кто на них подписался и уже на них подписываюсь. Что делаю дальше? То есть я нажимаю вот такое сердечко, видите, сердечко, и внизу красная точечка. Это значит, вам поставили лайки. Я нажимаю, и мне приходит список, кто мне лайк поставил. Из них я выбираю реальных людей. То есть я нажимаю на человека, смотрю, магазин, закрываю. Нажимаю, смотри, коллега наш, предлагаю там работу в интернет, закрываю. Ищу реальных людей. Как искать реальных людей? У кого в ленте нет упоминания, в статусе нет упоминания, заработали вместе с нами, активный предприниматель, активная мамочка. У кого меньше, чем тысячи подписчиков, 300, 400, 500, 600 подписчиков, да, это реальный аккаунт. Вот. У кого публикации не больше 300, да, то есть у кого уже 200 лишних подписчиков, да, у кого там зашкаливает там 500 лишних тысяч этих фотографий, то это реальные люди тоже расточивают свой аккаунт. Либо они вяжут, либо они что-то продают и так далее. То есть я не пишу. Нахожу я реального человека, ну, знаете, по статистике, ну, в день это в районе максимум 10 человек. Вот у меня так происходит, максимум 10 человек у меня реальных, кому я пишу в директе. Ну, хочу сказать, даже если 10 человек, которые реальные люди зашли ко мне, лайкнули, я им в директ пишу, перевожу их на собеседование, из 10 человек, человек в 6 доходят до собеседования, из этого одна регистрация есть. Иногда даже бывает 3 человека напишут и одна регистрация из этих троих пишут. Понимаете? Вот, поэтому мне статистика в принципе в инстаграме нравится, но это если снизу переписываются по директу. Домик. Видите, слева домик, внизу точечка. Это значит, вам написали директ. Что такое директ? Это личные переписки с людьми. Нажимаете домик, нажимаете, вот, в правом верхнем конверте, циферка 1. Вот это значит, вам пришло письмо. Читаете свой директ. Знаете, еще обратите на что внимание? Внимание на то, что... Если человек не у вас в подписчиках, не у вас в подписчиках, то, чтобы с вами переписываться, он делает вам запрос на переписку. То есть вы не увидите его письма в директе. Вы увидите в правом углу в директе слово, этот, подтвердить запрос. Нажимаете, и у вас там будут письма от людей, которые вам сами написали. Дело в том, что у меня муж сейчас активно тоже инстаграм развивает, и ему люди сами пишут. Вот мне почему-то люди сами не пишут, а ему люди сами пишут, ребят. Я не знаю, хотя он развивает один из моих аккаунтов, то есть под моим именем или под мужским именем. Не знаю, может, мужская энергетика, может, действия как-то по-другому, если бы аудиторию выбирает. Не могу сказать, но ему пипикает, а писем нет. А потом мы смотрим там, подтвердить запрос, нажимаем, и люди ему сами пишут. В чем смысл бизнеса, что предлагаете, да, расскажите поподробнее. И мы уже им подтверждаем запрос на переписку и с ними переписываемся. Ничего не говори. Оксана, ага. Так вот, я людям пишу сама, то есть я вижу, кто реально мне подписался, делаю ему отправить сообщение и в директ пишу вот такие письма. Одна из переписок, например, да, здравствуйте, меня зовут Екатерина, основатель проекта, вы объедините в Инстаграм, скажите, интересует вас основной дополнительный доход. Мне пишут, да, дополнительный доход всегда актуален. Я пишу, скажите, как вам удобно получить информацию в WhatsApp либо в Skype. Добавляйтесь, с удовольствием расскажу, пообщаюсь. Она в WhatsApp удобнее, пишите мне телефон. Вот, и спасибо. Я ей уже перехожу с ней на разговор в WhatsApp. Как в WhatsApp у меня происходит? Несколько вариантов. Например, еще одна, да, вот я пишу себе сразу, смотрите, вот они мне написали телефон. Я завожу, значит, записываю эти люди, записываю книжку. Пишу, Инстаграм Лилия, Инстаграм Наталья, Инстаграм Ольга, Инстаграм Маши. Вот, затем захожу в WhatsApp, ищу вот по Инстаграму этого человека и пишу, Лилия, это Екатерина, скажите, с какого города? Добрый день, Астрахань. Она пишет, а вы? Я говорю, отлично, я тоже. Вот вам сейчас, это было ведь полдесятого вечера. Интересно, созвониться, объяснить о вакансии не поздно? Она говорит, можно. Все, я ей позвонила, мы с ней пообщались. Ну, мы где-то полчаса с ней общались, потому что она уже имела опыт в сетевом бизнесе, она уже была подписана, вложила, кстати, 20 тысяч в один там бизнес. И было о чем поговорить с ней. В результате она заинтересовалась. Вот, ну, она сейчас уехала делать паспорт в Москву, потому что у нее гражданка не Россия, а Армения, кажется. Вот, ну, это неважно. Самое главное, что она говорит, хорошо, давайте я сейчас регистрируюсь, потом приеду и начну активно работать. Вот она, кстати, должна сейчас уже 16-18 вернуться, вот, и мы с ней начнем работать. Так вот, я ее уже зарегистрировала, у нее была команда уже человек 5, да, тут приедет уже весь команда. И потом, когда мы заканчиваем разговор, вот мы закончили разговор, и я ей потом вот 22, через 20 по времени, я ей скидываю в WhatsApp ссылку на регистрацию. Я регистрационную форму свою сокращаю, такая короткая регистрационная форма, скидываю, она ее заполняет, я ее регистрирую, тут же в WhatsApp она дает мне код подтверждения аккаунта, я активизирую аккаунт. Вот одна из регистраций. Следующая, да, вчера буквально это было, Инстаграм Наталья тоже, она, ну, положительно отозвалась в биректе, мы перевели ее также в WhatsApp, вот, я ей прозвонила, она оказалась из Новосибирска. Оказалась из Новосибирска, связь была настолько плохая, что мы просто друг друга не слышали. Потому что звоню я, ребят, по WhatsApp, я же не знаю, сколько у города, да, то есть кого-то спрашиваю, у кого-то нет, чтобы, так скажем, баланс не спушила у меня. Связь плохая, Новосибирска, я говорю, давайте я голосовыми сообщениями вам импо скажу, так будет лучше, она говорит, окей, я начинаю ей короткими голосовыми сообщениями наговаривать информацию, да, то есть я то же самое, что в общении, ну, вот, говорю, здравствуйте, меня зовут Екатерина, да, я из города Астроса, не мамочка в декрете, прозываю дома бизнес в интернете, онлайн, бла-бла, да, то есть чем вы занимаетесь, из какого города, чем занимаетесь, и сколько времени у вас есть на работу. Она мне пишет, работа продавца, свободного времени так много, так тоже ребенок. И я вот за полторы минуты изложила весь суть нашего бизнеса. Она прослушала и пишет, что это за фирма Арифлейн, вот, если она, то я там уже зарезана. Я ей пишу, да, это Арифлейн, вы строите бизнес или вы просто потребитель, и является ли ваш номер активным? Она мне пишет, да, я что-то только для себя, вот, делаю заказы. Она говорит, я что-то пробовала несколько раз, но это не мое. Но так как она уже, ребят, зарегистрирована, и номер ее активный, я, конечно же, не стала разводить дискуссию, все, окей, до свидания, да, то есть вот такие вот примеры переговоров, да, то есть у кого есть опыт, напишите сейчас в чате, кто в WhatsApp также переписывается, голосовыми сообщениями отправляет, вот, на самом деле очень удобно, и хочу сказать, что, ну, я не цепляюсь за людей, то есть если человек переходит на WhatsApp, молодцы, если они прочитали и не переходят на WhatsApp, то я, ну, до свидания, да, ты не хочешь писать телефон, о чем мне с тобой говорить. Вот я дальше, были у меня моменты, когда я в директе начинала писать суть бизнеса, да, вкратце, у меня есть шаблоны подготовленные, ребят, не работают, вот сколько я переписывалась в директе, не работают, тех, кого я переводила на WhatsApp и разговаривала голосом, у меня регистрация сразу, ну, если это уже не консультант. Вот. Напиши, как ты, как ты работаешь. Я вот таким образом, ребят, работаю. Смотрите, какие еще фишечки мы используем. Используем такую программку Quaint Square. Скачиваешь в Play Маркете тоже. Она одну фотографию разрезает на 6, 9, там, 3 штучки. Получается интересненько смотрится аккаунт. Таким образом заходите в Quaint Square, вот эту вот программочку. Вот, выбираете, насколько вы хотите на 6, либо на 9 частей разрезать фотографию. Свою можно, да, фотографию также разрезать. Ну, прикольная получается. Камера Roll, выбираете фотографию. И вот таким образом разрезает она. И потом она сохраняет в вашу галерею каждый кусочек по отдельности. И с самого конца, если начиная загружать в Инстаграм фотки, то есть получается, если вы на 6 кусков разрезали, то вы 6 фотографий загружаете в Инстаграм поэтапно, начиная с конца. И выходит, это вот так вот смотрится. Например, видите, начни свой бизнес. Не просто одна фотография, да, маленькая, а эта такая же большая, как баннер. То есть маленькие-маленькие-маленькие фотографии, раз, одна большая, раз, акцент, например, на нее. Потом, опять, раз, какая-то психологическая такая, философская заметка. Форма Луфтериха в бизнесе – это знать, что делать, знать, как делать, что взять и сделать. Тоже, да, разрезаем, делаем, вот, аккаунт становится более таким живым, интересным. Вы сможете эту функцию использовать. А почему, если они дают телефон, ты в WhatsApp с ними переписываешься? Ты сама им звонишь в WhatsApp, Ань? Я просто беру сама и звоню. Но это нужно сразу же, ребят, делать. Сразу же. То есть не через час-полтора, а сразу. Вот у меня вчера регистрация была, да, с Улан-Удэ девочкой. Участливая у меня через 2 минуты, после вебинара через 10 минут. У меня с ней сейчас успешный старт, да. Она вчера зарегистрировалась, сегодня успешный старт. Из Улан-Удэ девочкой. С Инстаграма, да, зарегистрировалась. Ну, я не говорю, что, ну, где-то одна регистрация в день. Если работаешь, одна регистрация в день идет. Две пока не получается. Одна получается. Вот. Смотрите, какую еще программочку я использую как в качестве помощника. Инстатул 3. То есть есть Инстатул сплатная, про. Она стоит 1000 рублей, ее покупаешь. И, ну, один раз покупаешь, и все. Но я пыталась ее купить. Заморозила пока покупку, потому что там нужно веб-кошелек регистрировать. А там полностью все сканы. Нужно паспорт, МНН, СНИЛС. Я чуть-чуть как-то немножечко остерегаюсь. Ну, и плюс сам модератор этого робота, он какой-то немножечко странный мальчик. И у меня одна коллега купила и до сих пор не может пользоваться. То есть 1000 рублей вложила, а активизировать никак не могут, потому что он то выходит на сайт, то не выходит. Поэтому я решила пока не рисковать и просто закачала бесплатную версию, которую можно работать с одного аккаунта. То есть можно сначала с одного аккаунта отработать, потом выйти, новый аккаунт занести и заново работать. Что он делает? Вот, например, Екатерина и Серж, да, мой основной брендовый аккаунт. Можно делать лайкинг. Лайкинг это он вместо тебя ходит по аккаунтам и ставит лайки. Фоллоуинг, подписки, анфоллоуинг, да, то есть подписки. То есть те же самые функции, но с одного аккаунта. Напишите, пожалуйста, в чате, кто уже пользуется этой программочкой, ну, кому она нравится, у кого есть опыт. То есть нажимаешь, например, фоллоуинг, да, подписки. И можно подписаться либо по хэштегам также, то есть один хэштег пишешь, ну, скоро Новый год. И он идет, подписывается на людей, у кого есть в хэштегах, скоро Новый год. Они подписываются. Вот, делает подписочки. И ты потом уже заходишь на аккаунты, смотришь, кто тебе лайкал, делаешь ту же самую работу. То есть вот используете такую программочку. Она очень легкая, очень простая. Делается она, ребята, с компьютера. То есть закачиваете ее к себе на компьютер, вот на ноутбуке. А самая она очень легкая. Также мой слабенький ноутбук, он справляется с этой задачей. Ничего не висит. Самое интересное, что эта программочка работает все спокойно. Я спокойно могу вебинар давать, я могу спокойно в одноклассниках работать. То есть она вообще не тяжелая. Ань, я отписываюсь от всех. Я отписываюсь от всех, кроме тех, кто мне интересен. То есть тех, кого я читаю. То есть вот чьи посты, чьи аккаунты мне лично интересны, чем я пользуюсь, я от них не отписываюсь. А те, которые, ну, просто, например, ну, от некоторых, я даже, если честно, от партнеров тоже отписываюсь, потому что, ну, я не просматриваю, ребят, эту ленту. Честно. Вот. Я там работаю, я не смотрю ленту. Поэтому отписываюсь, да. Есть еще, кстати, программочка, которая тоже бесплатная, и она отписывается там что-то сразу от 200 человек за 2 минуты. Вот. Но в следующий вебинар я ее изучу и вам расскажу о ней. Нет. Инстанта не должна быть в конке. Программку ты закачиваешь на компьютер. То есть ты заходишь, набираешь info tool free, скачать, скачиваешь к себе на компьютер, потом нажимаешь правую кнопочку, видишь, и делаешь добавить аккаунт. Вписываешь туда свой ник, как ты называешься, и пароль к этому. То есть логин, пароль. Вписываешь этого, своего аккаунта, с которым ты хочешь сейчас работать, и все, и пошла работа по этому аккаунту. Поняла? Вопросы есть по этой программке? Ребят, у кого есть вопросы? Время уже много. Давайте задаем вопросы. Вот. Ну, смотрите, здесь то, что я говорила. 10 страниц одного аккаунта можно, одного гаджета, 5 одновременно открыто. В день можно создать не более двух страниц, то есть можно 2 страницы с телефона создать, 2 страницы с компьютера создать, да, на следующий день еще. И с аккаунта 25-30 комментариев за раз можно писать. Вот формула 5-3-1. То есть на одну подписку, то есть понравился вам человек, вы делаете 5 лайков его фотографии, берете 5 фотографий, делаете лайки, и 3 комментария. Ну, реально, не просто я мамочка в депрессе, приходи ко мне, а там реальные, да, то есть какие-нибудь, допустим, эти комплименты или советы, да, то есть, или, ой, мы тоже используем, допустим, у нас тоже есть такой конструктор, мы тоже очень любим его собирать. Ну, например, да, сидит мамочка собирает конструктор с ребенком. Вы просто пишите, ой, это конструктор тоже любимый у моего сына, ну, допустим, да, либо там первый снег гуляет, слюшки мой, мы тоже что-нибудь собирали, делаем там с лиговика. Или, ну, короче, какие-то такие вот актуальные, то есть к этой фотографии комментарии, чтобы человека привлечь к вам на страницу. Вот, то есть поняли, да, на одну подписку, 5 лайков, 3 комментария. И тогда человек 100% к вам на страницу зайдет, посмотрит и положительно отреагирует. Вот моя страница личного бренда. Смотрите, для чего нужно отписываться? По двум причинам. Первая причина, что... Вот наверху видите три цифры. 398 – это мои публикации, 398 штук. 1628 – это подписчиков, кто на меня подписался. И 1108 – это на кого я подписалась. Количество подписчиков должно быть больше, чем на кого я подписалась. Понимаете? То есть это по психологии так должен быть правильно оформленный быть аккаунт. Поэтому... И плюс второй пункт, почему вы должны отписываться, потому что вы не можете... Максимум вы можете подписаться на 7500 человек. То есть когда у вас количество подписок 7500, вам уже больше не даст подписываться. Поэтому нужно регулярно отписываться. Понятно, да? У меня вы видите бизнес-аккаунт. То есть можно опять-таки в параметрах вниз листа этим и сделать... Он называется там не бизнес-аккаунт, а аккаунт... Коммерческий, что-нибудь чуть такого. Сейчас я посмотрю, как он называется. Кто-нибудь делает себе... Как он называется? Я просто его уже сделала. А, вот здесь у меня будет переключиться на личный аккаунт, а есть типа деловой аккаунт или коммерческий аккаунт. Вот. То есть вот у меня сейчас я его включил как коммерческий аккаунт. Для чего? Он связ... Там идет, короче, привязка к вашей странице в Фейсбуке. Когда вы пройдете нехитрые кнопочки, там действия, которые вам будут написаны, сделаете, у вас появится кнопка связаться. Видите? Связаться. И нажимая на эту кнопку, вы с вами могут либо по электронному адресу, который вы укажете связаться, либо сразу вам прозвонить, там будет ваш номер телефона. То есть вам могут сразу с вами связаться. И плюс, чем интересен деловой аккаунт, то, что там можно смотреть свою статистику, какая у вас целевая аудитория, то есть какой у вас... Смотрю статистику, какой у вас охват. То есть меня в 172 человека, например, вот эту вот последнюю фотографию в желтом свитере посмотрели, но только в 42, 41 часть только ее лайкнул. Но я буду знать, что посмотрели ее 172 человека реально. Также здесь можно посмотреть статистику, в какое время вас смотрят, в какое время, какие мои лучшие публикации, да, то есть кто лучше лайкнул. Потом можно посмотреть в какое время вас читают, чтобы в это время выставлять максимальное количество постов. Вот такие функции. я пишу в директ те, кто меня лайкнул. Я просто так не пишу. Пишу тем, кто меня лайкнул из реальных людей, либо те, кто на меня подписался из реальных людей. В 10 у меня получается максимум 10 писем. Но можно лимит 20. То есть 20 писем в день ты можешь в директ написать. А, нет, подожди. 20 час в 70 в день. Так что ли? Ну, короче, где-то 20 за раз ты можешь написать писем. 70, кажется, в день лимит. Вот я что-то по директу забыла, лимит. Ну, я тебе говорю, я тоже в день где-то 10 пишу, у меня с этого обязательно есть регистрация. То есть если 10 человек у меня идет переписывать в день по Инстаграму, у меня регистрация есть. Потому что я обязательно людей перевожу на разговор. Как связаться, оформить? Оксана, ты поняла, я сейчас рассказала, как сделать, чтобы появилась кнопка. Заходишь в параметры, писаешь вниз, там будет оформить бизнес-аккаунт или что-то типа коммерческий аккаунт. Нажимаешь, тебе скажут привязку к Фейсбуку сделать. Ты проходишь, что он там требует от тебя, у тебя появляются вот эти кнопочки. Делается это 15 минут. Поэтому, ребята, что мы делаем в Инстаграме? Привлекаем внимание к себе, добавляя друзей, лайкая и отписываться. Что хорошо, что в Инстаграме люди не видят, если вы от них отписались. То есть вы отписываетесь, а люди этого не видят. Поэтому в принципе можно отписываться от всех, вы никого не обидите, потому что они вас чисто физически не увидят, что вы от них отписались. Да, переключиться на профиль компании. Спасибо. Вот так это правильно называется. Потому что у меня уже профиль компании, у меня написано переключиться на личный профиль. У вас будет написано переключиться на профиль компании. Нет, это бесплатно. поэтому если у вас нет регистрации, ребят, спросите себя, сколько страниц у вас, сколько вы подписок в день делаете, какому количеству людям, директ пишется, да, что вы конкретно пишете, сколько голосовых у вас собеседований проходит в день. И регистрация обязательно будет. Обязательно. Потому что все-таки наш бизнес, да, это бизнес в отношении, нужно по телефону, да, обязательно налаживаться отношения с людьми. Вот. Но вначале, конечно, это поток людей, то есть бизнес больших цифр, тем более в интернете, в онлайн, тем более в инстаграм. Много-много-много делаешь, вот, но отдача обязательно есть. Ну, и мне нравится, какие люди приходят по инстаграм. То есть все партнеры, которые ко мне пришли, все интересные, все не сливаются, то есть они выходят на связь, вот, они ну, хорошие, грамотные люди. Мне очень нравится. Если написал человеку предложение, молчать, не ждать ответа, отписаться. Ну, смотри, Оксан, мы подписываемся на людей, да, подписываемся, подписываемся, вот, отписываешься ты с конца, то есть ты же не сначала отписываешься, на кого ты сегодня подписалась, ты отписываться начинаешь снизу, с писка, значит, ты ставишь до упора и начинаешь отписываться, то есть ты на этих людей неделю назад, например, отписалась, Если ты за эту неделю с ними, если они на тебя не подписались, если они тебя не лайкнули, если ты им в директ не написала, то, конечно, ты можешь от них отписываться и искать новых. Ань, я это смогла сделать только с третьего раза. Пробуй, пропустя. Я три раза, у меня ничего не получалось. Я где-то неделю пыталась две установить этот бизнес-аккаунт себе, вот, но с третьего раза у меня получилось. Поэтому, вот, пока вот я с вами общаюсь, вот у меня здесь уже подписчики. Вот. Какие у вас есть вопросы, на этом моя информация закончилась. Напишите в чате, была ли я сегодня вам полезна по Инстаграму, что-то взяли для себя для работы, вот, и какие у вас есть вопросы, готовы на них ответить. Ребят, в Инстаграме работать нужно. Нужно либо развивать личный бренд хотя бы с Инстаграма, вот, если у вас основным является, например, работа по доскам. То есть, если у вас основной метод другой, Инстаграм обязательно должен быть для развития личного бренда, потому что будущее – это за личным брендом. Будущий поток людей, которые к вам качественно будут идти – это личный бренд. Ребят, за мной сейчас наблюдает очень много моих знакомых, с кем я раньше проводила беседы по бизнесу. Кто знает про наши деятельности? Кто наблюдает? Очень многие наблюдают, лайкают, наблюдают, я вижу, что они за мной наблюдают. Вот, и когда я с ними сейчас уже начинаю разговаривать просто, да, там, о жизни, они сами уже спрашивают, ну что, ну как, ну какой результат, понимаете? Все равно люди, личный бренд – это будущее, ребят. Но сначала нужно активно, активно, активно поработать и развивать свой личный бренд. Давайте, ребят, работайте активно, рекрутируйте там, где у вас получается, да, получается доски объявлений – супер. Инстаграм – как личный бренд развиваете. Хотите в Инстаграм – заводите минимум 5-10 аккаунтов, ребят, и очень активно в нем будьте активны. Все, классного вам рекрутинга, чтобы сегодня до конца дня у каждого из нас была как минимум по одной регистрации. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok